всем привет друзья дошла очередь до мегауаза сейчас мы точнее ребята уже сняли почти разобрали сейчас будем смотреть что там произошло у нас на танковой друзья тут такая танковая ну потеплело у нас что у нас плюс 2 сейчас пишет и ночью было тепло и дождь пока все подмерзшая ну так я думаю такой погоды несколько дней все оттает может субботу и будет хорошо зима закончилась опять на территории чуть-чуть зима до дошла до уаза очередь более ну то то полу ось до диаметр кто там говорил можно вынять полу ось и ехать когда редуктор заклинины это вам не у вас тут так не поедешь до диаметр взрослый что-то масло было мало да да не ну хвостовик же же оторвано но все вытекло естественно пока пока мы ехали и тянули да что там редуктор осталось вынять опа вот он вот он этот человек привет вот еще один так оторвано все болото заливалось туда же по болоту ездил да конечно да да не хватает а ну дим в танковой надо сейчас экспедицию будет организовывать на днях чтобы искать с магнитом чё вы ржете есть так есть у вас такой полу ось хорошая да толщина да да так можно было ну короче домкрат синенький решил до вопрос какой руками подымали покажи руки диск тормозной смотри нормальный вентилируемый в хорошем состоянии мне надо что-то посмотреть там там один на одну сторону меняли подшипник и сальник одну не меняли ну значит у меня ли эту не меняли надо поменять будет поменяем да это ступень когда новая технология человек паук запрыгиваешь так на раскорячку потом оттуда отталкиваешься влетаешь в окно так короче фантазии тут бурные идут ты же сам будешь тащить его лично да нет по краю молотком просто ударить он отлипнет ну кувал дачку да вот тогда а гайки все открутили а внизу там еще ну стучит они захвата хвостовику стучи саня плечешь больше по хвостовику когда или нет пошел до кух пошел родной береги его сильно не бей да да буду чинить до прикинь какая нагрузка чтобы срезать хвостовик ну патрулисты говорят бывает такое вы же недавно меня лишу вы же недавно меняли шоколад а ну да я шоколад покажу видно тут и так хорошо толстый толстый слой шоколада да не но наш ехали мы с оторванным хвостовиком естественно вода попала пошло да так издеваться над машиной да не каждая выдержит только крепко сел по центру как ты говоришь осторожно не поцарапай там ничего вода такая чистая пошла это ты водишь набирать и пить можно на теку ладочку козырек мешает главное на голову на руку руку то мы восстановим головой блин вы в грязь его бросили до елки-палки ну и в грязь не не это ну шо в хорошем состоянии и будет лучше работать да в идеале только в одну сторону она крути в другую блин мощную ну а в другую в другую крути а это значит его хвостовик а без полуосей потому что короче пошли с 2 1 сделаем видите вдвоем и блины палочку забить что за палочку забирать выручал очку забирать от домкрата у студентов начало деятельности серьезно сразу елки испачкали офигеть вообще я живу вожу на ковре на персидск давай диан ложи давай шо не носил думаешь вот так берешь и несешь блин он тяжелый редуктор весит 30 один или два килограмма двухпудовый короче редуктор такая болванка я тебе нормальную машину пригнали видишь то они это хорошая иномарка ты чё это же бмв лидер мирового 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 автопрома короче 48 как тут плотно полуось идет через поддона называется а где это место где она идет полуось идет через поддон двигателя это жесть смотри с этого с этого нам нужен корпус и дифференциал а остальное все снова редуктора берем новый редуктор вот она посмотри они хоть похожи или нет похоже да и хвостовик надо с карданом поехать найти на танковым да так это скачай ну мой рукиши заваривать чай ты подумаешь ты в поезде олег создаваем музыку дембер чуть-чуть ну шо саня есть сальник нашел нашу ты ищешь а прокладку да хорошо хоть вовремя остановились до время она там уже текло наверно лет десять не на имя виду что мотор выжил вроде нормально саня говорил работает это передний редуктор стираны пара короче все подходит кроме дифференциала размер шлицевой разный хотя мы сейчас померяем да не один перебирать 2 разбирать да пошли сам шлицевая разная то есть надо только дифференциал поменять ну в тот корпус надо все поставить корпус оставить отца они разные просто корпуса разные чуть-чуть то не но это несложно ну хорошо ну давай нам где перчаточки давай еще до бензинчик поменять до подшипники третите муж перестал до знаете чего в патруле не ломается полуоси на заднем мосту никогда но я не видел что кто-то сломал потому что такой диаметр сломать невозможно до подшипник здесь такой взрослый стоит тоже в общем задний мост практически вечный я как-то умудрился сломать но я хвостовик в редукторе обычно ломается кардан как сломался хвостовик ну видно уже было на подходе потому что я отъездил лет шесть наверное плюс до меня еще лет 20 кто-то ездил или больше может 25 вот поэтому и поломалась два газовых редуктора на 48 таких размеров и никогда таких не видел ничего не влазит или руки залазят ну даже как-то они были до полный жестяк короче на это самая мощная версия икса моим к только мощнее да не считаем ки да течет не там где полуось там термостат еще масляный есть короче весело пошла разборка редуктора который над которым мы издевались 230 лет запоминаешь у тебя поставим или те не подойдут а подойдут внутренний разный диаметр а нарус я вижу подшипник какой-то поймал сейчас развалинку разберем и он там с водой себе красивенький да нет он в хорошем состоянии новый почти так достань его сейчас а он с этого подожди секунду обойму чтобы не перепутать ну все вот ну вон разобрал видишь террил долго сложно так а что мы с этим будем делать ну что ты будешь ставить вот это это раз во вторых пара у них одинаковая вот эта вот да уверен ну надо померять ну думаю да да опа прикольно оно получается оторвало вывалило и заживало блин жестяк а вон зубья побиты Саня смотри какая красота вот так можно вот так и едет так вот так и было все так и было так и было год пять назад я помню вот эти все не какахи были мы это не разбирали давай там завалим тогда часть на танковой лежит на беке разогнаться в болот а болта давай да подшипник развалился да понятно что развалится вон они там где-то в глубине где-то очень глубоко в хорошем состоянии я просто к тому что понял вот эту штуку надо помыть ну мы что ты этот грязный нам не нужен нам только дифф надо отсюда взять и все посмотри сохранились они а ну осторожно не протри дыры все так как москва так я знаю где продают я могу купить не يوت не будет до жестковато немножко мы купим новые подшипники диф только нам надо остальное все туда видео так номер подшипника вот все кто будет мучиться с этой проблемой кое все так а что крутить надо сверху бугеля откручивать в смысле бугеля откручивать ну чтобы разобрать уже вынять а регулировка надо краской пометить или молотком тогда нет смысла разбирать не на серьезно что серьезно закручен спокойно и все да когда подшипник перепрессуешь и ну да уже будет все по-другому как теперь идти надо не путать местами так вот гинекологический молоток не ну ты нормально работаешь какая-то да да стой нижний нижний не снял побольше молоток не 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 надо ты чё не надо я тебя прошу саня застряла ну постри подшипники может одинаковые осторожно осторожно вещь дорогая но тут в лучшем состоянии да как-то он сохранился тут все хорошая просто это ну где сам подшипник размеры а номера блин что значит голова 178 131 не они она да но до 178 одинаковый на дать все подшипники переставим аккуратненько наверно пошли искать так в общем тут все понятно подшипник полуоси сальниками поменять еще будет все класс ну суровый жесткий сказал все починить так вот эту часть можно скинуть со стола уже лишнюю она был уже куда это еще понадобится не не она пригодится мы починим и мы восстановим все пара а вот побито вижу да вот так побило до состояния подшипника мрачная одну сторону мы меняли 1 видите немножко износилась за долгие годы издевательств тем не менее не развалилась доехали мы подшипник тоже сторона которая меняли тут все четенько саня ты что лично моешь я хрен рассчитаюсь да давай я не ты да ну я знаю что ты давай суровый до грех нагрели воду быстро руки мыть а слышите как в этом как приключение шурика в ускоре нам все так ну что все помыли меняем дифф подшипники сборка и на оффроуд а кардан поехать найти еще в болоте на во льдах тем более сейчас уже или подаль дом это подожди тут интересное кино на ровненько и выставить нет сепаратор вроде не держит такое что-то прыгнуло посмотрите я плохо вижу да не прыгнуло там конус лайт лапка такая после тюнинга пошло пошло да не чуть-чуть он в щель увеличилась не не ты натяжку делая потом если шов болта а он чтоб там не упирался в эту слышь в поршень который подложен какой-то не должен меня пройдет вы жесткий это молоток . слышно он там серьезно или то кажется а то просто винт слабенький до хороший вроде ровный даже свой в оригинале подшипник слыша где от этого подшипника обоймы с вами второй я смотрел там они маленькие ты хочешь красиво снять или болгар красиво хочу так итого сколько с нас денег все мне полк менять надо попасть видишь согнулся не он был мы же оставим этот подшипник постарем какой еще хороший я хочу сказать что его намазать еханы баба не забыть намазать главное 2 опять взялся за старое а ну смотри есть повреждения есть а вот смотри нет толстая толстая да ладно что там где нету толстая нет там не трогай Саня Саня не трогай герметичность потеряет да ехать там герметичность здоровый опять взялся за искры слышь ты похож на столевара в этой позе очки еще не загорелось дубль номер два что там целая выжила чуть-чуть ёханы баба и Саня блин в общем все готово в сборке отшипники сняты аккуратно старые сняты по жесткому и все все теперь пока до встречи завтра купим подшипник полуоси сальником можно собирать